Жизнь Антона наполнена вспышками софитов и светом прожекторов. Он солист танцевального ансамбля «Неприкасаемые». Каждый вечер выступает с коллективом на разных площадках. Но при этом он не прочь добавить ярких оттенков и в повседневную жизнь. Первым делом установил светодиодную подсветку на свой велосипед. Мы имеем в данном случае такую вот ленту из восьми лучей, как мы их называем. Ну, естественно, чтобы это все работало, должны быть блоки питания, которые будут вам помогать в том, чтобы они светились. Включили, прокатились, покатались, приехали домой, выключили. Все, то есть все практично. Когда об увлечении Антона стало известно приятелем по велоклубу, им тут же захотелось преобразить и своих железных коней. Так у парня появились первые клиенты. Тумблер будет у вас вот здесь, включается вверх, вы будете его включать. Я когда первый раз увидела, это, конечно, такие эмоции. Реедут, светятся, моргают, яркие, с музыкой, ну, в темноте это все так эффектно выглядит. И мне тоже захотелось такую иметь себе подсветочку. В Москве таким модным тюнингом велосипедов уже давно никого не удивишь. Для неискушенных техническими новинками челябинцев же такой ноу-хау в диковинку. Не только для прохожих, но и самих велосипедистов. Мимо витрины магазина едешь, отражается, надо посмотреть, как это классно выглядит. Ну и плюс реакция людей нравится. Едешь, все светится, ярко еще в движении. Это очень эффектно смотрится. Не только хорошо смотрится, но и отлично держится. Антон предусмотрел все возможные помехи на дорогах. Велосипеды снабжают надежной системой защиты. Все для комфорта и безопасности. Обычная трубка, которая загермичена с двух сторон. Здесь тридцидодиод, резистор. То есть все термоустойчивое, все водонепроницаемое. Блоки обычно крепятся всегда по два, с двух сторон. Чтобы, во-первых, не было дисбаланса, когда колесо крутится, и ваше колесо не подкидывало наверх. То есть если будет блок только один, то, естественно, по закону центрифуги, ваше колесо будет прыгать. Весь комплекс светодиодных приборов для велосипедов обходится клиентам Антона не дороже 5000 рублей. Значительно дешевле, чем столичные аналоги. У светодиодного велотюнинга в последнее время появилось очень много поклонников и почитателей. Поэтому за рентабельность бизнеса Антон не беспокоится. Все усовершенствуется, с каждым годом какие-то новые идеи появляются. Возможно, даже что-то я еще придумаю. Это еще даже не конец этой истории. Евгения Малышко, ОТВ Субтитры создавал DimaTorzok